Еще раз, что это такое? Это проверка фигуры, женский. Да, это формат фигуры. Сзади проходите, попу повыше поднимайте, чтобы сюда попасть. Пройдете, не пройдете, застрянете, весной вытащим. Давай, Лиз. Соня, чуть в сторонку. Давай, давай, давай. А как у лаганта на свете? У тебя все получится. Вперед ногу, дальше, дальше ногу. Вот, вот, попу повыше, глянь, глянь, глянь. Глянь, чудо, чудо, Твороженко, Твороженко. Твороженко, Твороженко. Соня, давай, будешь ты, кавышкой. Давай, 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 давай. Тогороженко, творог. Творог. Творожный сырник. Что-то мешает. Что, где мешается? Это есть такой рассказ у Антона Павловича Чехова, называется «Романс-контробас». Так, теперь Соня. Музыкантов пригласили выступить за городом в имени, а контробасист ушел отдельно, увидел речку, решил искупаться. Залез в воду, смотрит, девушка ловит рыбу. Он взял на крючок, привязал ей цветок, поплавок потонул, девушка проснула, полезла вытаскивать поплавок. Творожок. Пока они там барахтались в воде, вышли на берег, а воры украли их одежду. Он ее посадил в контробас, тащит, смотрит, воры идут. И он побежал за ними. А тут шли музыканты, его друзья, увидят, это же контробас друга. Взяли, принесли в поместье, где должны выступать, открывать, а оттуда выходит такая девушка в них лежит. А бедный этот музыкант сидел днем под мостом, а ночью искал девушку в контробасе. Местные крестьяне думали, что у них завелось какое-то чудовище, которое и одни ночи боялись через мост ходить. Короче, все участники этого рассказа были пьяные, иначе бы ничего не случилось. Папа. Да, папу выше. Вот, как хочет отвороженкой стать, а? Да папа пролеет сейчас. Ура, гидтикут, гидтикут. Твороженька. Вот хочет, как тоже. Ребята, куда-то вас не туда ведет. Нет, все, не судьба. И третья попытка. Плюже в плюсе раз.